2 сентября в Рязани провели публичные слушания, на которых обсудили вопросы актуализации схемы теплоснабжения города. Исполняющий обязанности начальник управления энергетики ЖКХ Рязанской гороадминистрации Дмитрий Кожин отметил, что удалось актуализировать все схемы теплоснабжения. Благодаря этому решению теплом будут обеспечены все существующие и перспективные потребители. Данный проект был разработан Всероссийским теплотехническим институтом. На слушаниях также рассказали, что в Рязани предпочтение отдают централизованному теплоснабжению. Чем должен руководствоваться орган местного самоуправления при организации теплоснабжения? И там 7 или 8 пункт, я не помню, это приоритет централизованного теплоснабжения. Поэтому в данной схеме теплоснабжения отдан приоритет централизованному теплоснабжению. То есть в схеме теплоснабжения трактуется новая застройка и ее подключение однозначно. Если она в зоне эффективного радиуса теплоснабжения, если она в зоне существующей системы централизованного теплоснабжения, эти дома должны подключаться к централизованной системе теплоснабжения. По словам Алексея Желнова, представителя Всероссийского теплотехнического института, основная проблема системы теплоснабжения в нашем городе состоит в высокой степени износа сетей. Срок службы 69% сетей превышает 30 лет. Активная ремонтная кампания последних лет позволила снизить повреждаемость на 30-40%. Пришедшие на слушание активные жители нашего города смогли задать немало вопросов. Один из них касался того, согласовывается ли ремонт дорог с ремонтом теплосетей. Уже сейчас эта работа ведется. До 1 октября, Дмитрий Анатольевич, по-моему, скажет, что не даст мне соврать, у нас есть список дорог, которые будут перекладываться в следующий год. Мы его синхронизируем. Уже после этого следующую актуализацию, я думаю, что мы начнем либо в конце этого года, либо сразу в начале следующего года, и уже там эти все мероприятия будут учтены и синхронизированы. Уже внесены планы по реконструкции, модернизации и выводу котельных, а также перекладке теплосетей. Предусмотрены различные виды финансирования, в том числе установлено ежегодное финансирование перекладки тепловых сетей в размере 210 миллионов рублей из бюджета города и Рязанской области. Пришедших на слушание рязанцев волновал вопрос, не повлияют ли эти цифры на тарифы. Должны ремонтироваться сети, не люди должны платить за это. И так у нас высокие тарифы в сфере ЖКХ, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы послушать и узнать, что будут предлагать и что, как они хотят выходить из создавшейся нашей ситуации. Этот вопрос также обсудили на публичных слушаниях и представили собравшимся данные, по которым формируются тарифы. Рост совокупного платежа граждан не будет превышать 4%, то есть того, что дало нам мэр, это Министерство экономического развития Российской Федерации, это большая удача. Я могу привести пример. Город Барнаул, аналогичная ситуация, более 75% тепловых сетей имеют износ и срок службы уже не более 30-35 лет. И рост тарифа там для населения более 6,5%. Совокупный платеж граждан более 5,7%. Надо отметить, что на слушаниях присутствовали представители общественности и ресурсосберегающих организаций. Городская теплосеть и Дягилевская ТЭЦ дали технические замечания к схеме теплоснабжения города. У Новорязанской наряду с такими оказались и принципиальные разногласия. Станция считает нужным учесть в схеме вывод одной из своих турбин и строительство замены за 1,2 миллиарда рублей. Половину этой суммы предоставит предприятие, второй заложит в тариф, рассказал начальник производственно-технического отдела Геннадий Казьмин. Он заметил, что так уже делалось с другой турбиной несколько лет назад, и рост плата не превысил предусмотренный. Представитель ТЭЦ добавил, что мэрия и Минэнерго России издали документы, согласовывающие вывод турбины. Первый орган власти приостановил действия своего распоряжения, ответил Жолнов. Потому это и не вошло в схему. Полемику о том, чем закрывать тот же дефицит или отсутствие резерва машиной, либо другими мощностями. Для этого тоже есть маневр на данный момент, я как разработчик считаю. И возможно там другие варианты, будем так говорить, не машиной, а той же какой-нибудь теплогенерирующей мощности. Представители городского управления энергетики и ЖКХ уточнили, что станция направила заявку в министерство с нарушением порядка. Турбина принадлежит городу, и инициировать ее вывод может собственник, но не арендатор, коим выступает ТЭЦ. По словам Жолнова, у агрегата есть запас в 40 тысяч часов. То есть он может работать 4,5 года без остановки. Фактически такого не бывает, то есть турбину можно использовать существенно дольше, уточнил специалист. В преддверии старта отопительного сезона агрегат осмотрела комиссия. И у нее не возникло вопросов к ее техническому состоянию, добавили в управлении. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».